Внимание, друзья! Мы снова вместе. Сегодня у меня в гостях, это уже третий раз, Олег Сыроватко. Васильевич, да? Можно без отчества. Васильевич, серьезный мужик, нельзя без отчества. Сыроватко Олег Васильевич, мой старинный друг и земляк. Значит, первые два раза волновался, видно было. И сегодня тоже волнуюсь. Сегодня волнуюсь? Ну, сегодня есть поводы встретиться. Мы начинаем с чего разговор? Итак, мне нужно три минуты. Значит, самое главное, что мы имеем на рынке привычных ножей. Мы имеем или дерьмо, или дорогие. Ну, об этом мы уже говорили. Люди... Нет, нет, новички, кто-то первый раз увидит. Вот, поэтому, получается, надо, чтобы были хорошие и не самые дорогие. Хорошие и бюджетные ножи. Ну, слово бюджетное, оно вызывает тралегию. Самоделки, но качественно, высшего качества. Значит, первые два раза я лично испытал ножи, на как они режут. Вот, был небольшой ликбез, то есть мы отличали ножи для левшей, а это тоже проблема. Для них вообще ножи не по не делают. А ты делаешь. Итак, первые три ножа сделаны, два проданы, отсчитываюсь перед тобой, и третий вот остался один. Остался один. Леворукий. Леворукий. Правых было продано одновременно с тем, вначале три, потом еще один леворукий и один охотничий. Я охотничий. Ты не привез, конечно, охотничий. Ну, охотничий потом модельный я, потому что, ну, садоводство, значит, садоводство. Вот, шикарнейший нож за пять тысяч, если это бесплатно, ты отдал человеку. В следующий раз привез, охотничий. Ладно, выговор получил. Итак, значит, мы решили ножи дифференцировать. Мало того, что мы разделили на ножи для правшей, ну, скажем, соотношение правшей-левшей 10 к 1 где-то. Ну да. По статистике, да? Вот, разделили так, и делают, у тебя есть перед тобой нож и для левшей, и для правшей. Вот прям перед тобой сейчас лежат, только чуть-чуть ближе к рукам, а то их плохо видно. Ну, пока так. И еще дифференциация другая прошла. После, это твой коронный номер, ты взял и сделал пару ножей или сколько? Для женщин. Вот это я сейчас расскажу. Нет, самый принцип, дифференциация. Итак, для левши, для правши мужиков, отдельно более изящный нож для женщин, и для бугаев, как можно выразиться, нож больше ручкой. Да, потому что им эти ножи, как, знаешь, эта самая, игрушка. Вот, то есть, четыре варианта. Ты меня этим удивил, приятно, я у тебя просил только, чтобы были немного левых, а ты вот, что я себе делал. Итак, значит, после того, как были проданы первые ножи, так, несколько, после этого я получил примерно 10 заказов, примерно. Я их там лежать не считал, оплаченных, оплаченных. Ты принес 6 ножей. Говорю, да, всех. Вы увидите, что нож стоит 3 тысячи, вы должны быть приятно удивлены. Ипортные ножи, которые примерно такого же качества, как у Олега, примерно, не лучше, подчеркиваю, не лучше. Вот эти ножи идут от 8, 10, 12 тысяч. Лезьте в интернет, и у вас сразу руки опустятся. А ножи, которые выдают запривочные, на самом деле, они окулировочные ножи, они все, что могут, резать хлеб, делать бутерброды. Сало копченое. И с помощью этой самой наплывчика на конце раздвигать кору. То есть, они неполноценные, настоящим садоводам не годятся. Вот, поэтому сейчас мы уже дважды разговаривали, в принципе, все понятно. Но получилось так, что Олег еще решил показать, как работает с ножами. Это уже работа 2 и техника безопасности 3. Отдаю слово. Уважаемые наши подписчики, как пошли первые посылки с ножами, у нас появилось очень много вопросов, которые стали задавать по этим ножам. Некоторые мы уже отвечали на эти вопросы, поэтому придется повториться. Значит, первое. Набрал популярность очень широко женский нож. Я просто так случился, случайно назвал женский нож. Ну, нож для женщин. И он стал очень востребован. Ну, какой востребован? 3 или 4? Да, он стал очень востребован. 3-4 заказы. Я, как понял, в России у нас женщины серьезно занимаются садами. Но это, конечно, пофально. То есть, женский нож, он такой же, как вот этот, он отличается чем? У него чуть-чуть меньше рукоять, но у него такая изящная под женскую руку ручка. То есть, если взять с моей рукой, сравнить, ну, под женскую руку, то есть, чтобы женщине было удобно работать. То есть, я объясняю своим размером. Сталь тоже самое, рукоять все тоже самое. Второе. Женщины задают вопросы. В прошлый раз мы показывали, как править правильно нож. Уже два раза. Один раз я показывал, другой раз Константинович показывал. И все равно этот вопрос задают. Я специально для ТЭТ. И говорят, а где взять такую точилку, как у вас? Где взять такую точилку, как у вас? Сегодня я сделал вот такие точилочки. То есть, все просто. Брусочек и прибитая кожа. Покупайте в хозяйственном магазине. Вот. Паста Гоя. Вот такая, зеленого цвета. Берете шпательком или чем, втираете ее вот сюда, в эту кожу. Втирай. Не знаю. А то они навтирают. Вот. Вот так вот. Ну, я просто, чтобы сильно руки не марать, я покажу, как это делается. Вот. Втирается-то туда. Какой стороной правильно точится нож? Объясняю. Если брать нож вот так вот, с левой стороны вы увидите ступеньку. Вот она, ступенька вот такая. Ложите брусочек на стол. Этой стороной. На себя. Вот так вот. Десять раз, пятнадцать раз, пять раз. Ну, можно два раза вот так вот. Все. И этот нож у вас будет держать жало как надо. То есть он будет бритки, он будет брить как бритва. Вот. Меры безопасности, техника безопасности соблюдайте очень осторожно. Потому что этот нож оттяпает палец, ноготь только в путь легкую. В легкую. Вот как я. Будьте ходить с таким пальцем, как у меня. Вот. Что еще? Какой уход за этим ножом? Когда вы с ним поработаете, возьмите в конце рабочего дня, там, когда поработали, возьмите тряпочку, салфетку, протерите его насухо. И положите его в чехольчик. Все. Потому что сталь, вот эта, высокоуглеродистая, Х-12, износостойкая, и она полигрованная до зеркального блеска. И, то есть, если вы за ним будете ухаживать, он у вас будет, он у вас будет блестеть все время. Но если он будет в моком или во влаге, этот нож будет ржаветь. Потому что, говорю, очень углеродистая сталь. Вот. Поработали даже в конце сезона, когда вы уже отработали, сезон у вас в прививке закончился. То же самое. Протерли этот ножик насухо, можно подсолнечным маслом, жир, автомобильное масло, капельку салфеточкой протер. Все. Положил его в чехольчик, и до следующего года пусть он у вас лежит, и будете ими пользоваться. Я говорю, сталь очень износостойкая, и вам его хватит очень надолго. Вот. Это что касается женского ножа. Второе. Сегодня ко мне знакомый приезжает наш с города, и говорит, Олег, мне нужен нож, то-се. Смотрел, выбирал, потом говорит, ну у него рука, кулак, как моя голова. И вот он берет вот такой ножик, он у него чуть не у полруки, говорит, сделай мне с большой, ухватистой рукоятью нож. Но я подумал, что у нас не только в Саиногорске у Женя зовут, с такой большой рукой, все равно где-то есть еще мужики у нас, которые с большими руками. То есть, вот, поэтому я сделал вот такой нож. Ого. Да, то есть он уже будет, если брать, сравнивать с женским, то он будет выглядеть вот так вот. Да, здорово. Да, то есть это уже так, ну вот, допустим, у меня рука, ну то есть по такой он уже будет ухватистый. То есть мужику с большой рукой будет работать удобнее. Поэтому, кто хочет, пусть то и заказывает. Ну как-то пока так, вроде все объясню. Нет, сейчас я, значит, это очень важно. Вот сейчас у меня в руках нож, я держу его правой рукой, я правша. Вот она, кромка с этой стороны, не с той, я не тебе, а ты им объясняешь. Лишний раз, особенно, жечь, что. Ну, надо. Попомните анекдот. Почему это вы врезали в женщину? Она показала поворот налево, так она и поехала налево. Так вот, вот эта кромка, когда нож вот так держишь, вот здесь, а не с той стороны. Раз. Естественно, точить надо, вот, еще вот так покажу. Вот так. Не показывай на руке, в прошлый раз показали, никто ничего не понял. Вот, да, думаешь, да, у нас народ смышленный. И так, вот так получается. Теперь запасной вариант, не каждый купит. Сейчас мы еще про цену поговорим. Дело в том, что запасной вариант есть. Это обыкновенный кожаный ремень. Прицепили его на стену, или к столбу прибили. Вот. И точно так же. С ним можно работать. Теперь, говори в цену. Мы снова прикинули. Кому нужны точилки вот эти, все простенько. Можете заказать вместе со с ножами. Недорого. 200 рублей одна. 300. Не, ну что, куда 300. Ну, пожалуйста, пожалуйста. 200 рублей, ну что, я... Слово не воробей. Да, все, 200 рублей пошли. 200 рублей это... Вот. Хорошая вещь. Дети на мороженое. Вот. Хорошая вещь. Так. А самое главное, ты усти. Я кто? Я специалист по промышленной безопасности. Вот так, скажи, как можно от себя палец отрезать. Как можно палец отрезать? Вот, вот, режут в основном, вот, когда берут вот так вот, черенок, да? Вот так вот раз. Как бы аккуратно ты не старался, ты все равно будешь вот эту пучку потихонечку, ты ее будешь ровнять, ровнять, до самого мяса ты ее подровняешь. Пока ты не отрезаешь. Пока ты не отрезаешь. Лучше, конечно, работать на вот так вот. Но это у меня не... это от болгарка нет. Нет, нет, это понятно. Это болгарка. Я уже этими детскими как бы болезнями уже... Это понятно. А люди, новички, 50 на 50. Половина, ну, кого я учил, ясно, что на себя. Покажи еще раз на себя, вот, возьми. Представь себе, что это ветка. Вот, держишь вот так, вот так, кому как удобно. Вот так вот, кто, кому, какой удобный фон. Все взял вот так вот. Все правильно. А если получается вот так вот, то это очень опасно. И вот это преимущество, что лучше тогда уж тупой бы нож. Потому что этот нож так отрежет. Это не нож, это сказка. Не, ну, это само собой. Но еще, допустим, если вот так вот, то да, это безопасно. Но если кто-то будет прививать на косой клин, а на косой клин, уже надо по-другому. Так делать, так делать. Тут тоже, ребята, мы тебе очень... Ну, на что надо привыкать? Ну, что же делать-то? На косой клин, тоже вот как ты сейчас делаешь, надо будет вот только так всех учить. Но это уже моя, моя, это, моя роль. Ты свое дело сделал. Я свое дело сделал. Люди, люди, которые занимаются садами, которые прививали, они просто возьмут вот этот нож, и они сравнят. Как, как работать тем ножом и с тем. И буквально там, знаешь, 5-10 прививок, и человек приведет к этому ножу, и он будет с ним работать, как... Не нож, а песня. Правильно. Так, ну что, о чем мы забыли? Про технику безопасности сказали. Про технику безопасности сказали, про уход сказали, как правильно сказали. Вот, и теперь что получается? Заканчивается привычный сезон. Но садоводство, оно 24-12 месяцев в году. Надо думать уже о следующем сезоне. Выращивать подвое, а значит, придется рано или поздно привать. Значит, мы с тобой сегодня, на данный момент, сделали всего, сколько? 10-11 ножей. Ну, по мере заказов будем стараться делать. Да, но впереди лето, и народ остынет, и перестанет заказывать 100%. Это понятно, но у меня летом тоже будет другая работа. У меня сейчас пасека, сейчас потеплеет, я буду пчелами заниматься. Мне некогда будет заниматься этими штучками. Это пока сейчас не погода, холодно, снег, ветер. У меня есть возможность заниматься ножами. Ясно. То есть ты без работы не останешься, а люди останутся без ножей из-за тебя. Даже потом, когда мне, то есть, по прошлому году мне, там, заказов, лето, нож, надо, то, то, то. Я говорю, ждите, когда пойду дожди. То есть, когда пошли дожди, на пасеке работы нет, я в мастерской занимаюсь ножами. Ну, а так, как-то так. Пока погода позволяет, делаем ножи. Ладно, значит, мы, в общем, все рассказали. Я советую, кто успеет, ну, наверное, еще несколько ты сделаешь. Сделаю, конечно. И все пока. На этом мы останавливаемся. Вот. Лето затишье. А может, понемножечку будешь делать, по ножу в неделю? Не, ну, я, не, я по-любому, когда, допустим, там, непогода, там, дожди лют, или что, я в мастерской все равно занимаюсь. Я сделаю, там, два-три ножа, и пусть они лежат. Кому понадобится, вышли. Хорошо. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...